Привет! Специально для тебя видео без лишних слов и долгожданный маникюр из Турции. В одном из супермаркетов Турции я увидела симпатичную турчанку и не очень симпатичный маникюр. Я предложила переделать ей ногти бесплатно, и она согласилась. Честно сказать, перед этим маникюром я переживала, ведь в другую страну я улетела всего на пару месяцев и взяла с собой лишь самое необходимое для маникюра. Меня успокаивало лишь несколько крафт-пакетов со стерильным инструментом, которые я беру всегда. Именно для таких случаев, ведь если бы я их не взяла и упустила эти ногти и не показала бы вам, я бы, наверное, очень сильно сожалела. Ведь случай попался действительно интересный. Сразу хочу отметить, что качество этих ногтей никак не зависит от страны, так сказать, их изготовления. Но стоит учитывать тот факт, что я нахожусь не в популярных туристических районах, а на границе с Сирией. А здесь сфера нейл-индустрии не так популярна. Ну а теперь перейдем к истории самих ногтей. Нарастили эти ногти приблизительно 4 недели назад, и всего пару дней назад была произведена коррекция. Сейчас вы можете увидеть то, что планировалось сделать. То, что хотела клиентка. А сейчас видите то, что получилось в результате. За пару дней сломалось двое ногтей, и клиентка взяла их с собой, так сказать, для восстановления. По рассказу клиентки, первая процедура, процедура наращивания, прошла очень быстро. И результат ее порадовал. Были аккуратные, ровные, тонкие, золотые ногти. Поэтому абсолютно без страха и какой-то задней мысли, она пошла в то же место на коррекцию. Коррекция также, по рассказу, прошла быстро. Ей, так сказать, реставрировали отросшую часть ногтя. Как я понимаю, просто покрыли гей-лаком, ведь здесь ярко видны затеки на кутикулу и околоногтевую кожу. Но больше этого маникюра меня удивила цена за этот маникюр. О ней я расскажу немного позже в видео. И давайте, наконец-то, подробнее разберем косяки этих ногтей. Первое, что бросается в глаза, даже не дизайн, а индивидуальность каждого ногтя. Все ногти смотрят в разные стороны. Я проектирую центральную ось фаланги пальца к кончику ногтя. И по линии видно, насколько сильно уходит ноготь вбок. Так как с собой хирургического маркера я не взяла, чтобы изобразить эту линию, я взяла обычную подводку для глаз. Но, в принципе, важна суть, а не то, чем я это делаю. Это просто жесть. Посмотрите, насколько сильно вниз уехали боковые параллели. Благодаря линии видно, насколько сильно уехал вправо ноготь безымянного пальца. Да, в принципе, тут и без линии это видно. А вот ноготь на мизинце, наоборот, уехал влево. Их дороги разошлись. Если приложить два пальца плотно друг к другу, то можно предположить, что это два пальца разных рук. При визуальном осмотре и на ощупь сложилось впечатление, что это обычные пластиковые ногти. И для того, чтобы избавиться от длины, я буду использовать щипчики. Старые щипчики, которыми я снимаю стразы. Придерживаю ноготь в зоне ногтевого ложа. Для того, чтобы клиентка не испытывала дискомфорт. И делаю надрез с обеих сторон свободного края. Как я и догадывалась, это обычные пластиковые ногти. Поэтому просто откручиваю кончик. Так я делаю на всех ногтях. Основной момент в этой процедуре придерживать большим пальчиком своей левой руки место среза. Для того, чтобы пластиковый кончик не отскочил и не попал в глаз ни вам, ни клиенту. Во время откручивания кончика ногтя на мизинце, я была удивлена. Ведь смогла сорвать не только кончик, а сразу весь ноготь. Искусственный ноготь слез полностью и оставил после себя какую-то металлическую подложку. И я подумала, почему бы не попробовать снять так все ногти. Ведь вытяжки для пыли у меня с собой не было. И о чудо, у меня получилось. Я просто сорвала пластик со всех ногтей. На указательном ногте эта процедура выглядит совсем не эстетично. И материал снялся даже вместе с гель-лаком. Я решила ногти больше не травмировать, поэтому вначале хорошенько их рассмотрю. На ногте безымянного пальца виден гель-лак и хорошо видны затеки на кутикулу. Кончик ногтя был каким-то желтым и очень хрупким. Вначале я вообще не поняла, что это такое. Кончик просто крошился. Если честно, появился страх, что сейчас сниму покрытие, а под ним будет иссушенный грибком ноготь. Но была не была. Беру твердосплавную насадку хамелеон. Насадка красивая, но после нескольких работ в месте контакта с ручкой фрезера раскрас хамелеона пропал. Но на функциональность это никак не влияет. Насадка острая и идеально спиливает объемный искусственный материал. Небольшая проблемка заключается в том, что объемного материала на этих ногтях нет. И другой насадки у меня тоже нет. Поэтому придется работать грубой жесткой насадкой с тонкой пленкой чего-то серебряного на ногтях. И при этом не повредить натуральные ногти. Поэтому я работаю абсолютно без давления. Насадка еле касается ногтя. Прямо гладит поверхность. Так я счищаю остатки чего-то серого. Избавляюсь от отслоек. И снимаю остатки гель-лака. Все это, повторюсь, делаю абсолютно без нажима. И с каждым движением смещаю насадку в бок, чтобы ноготь не нагревался. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Вначале я вновь испугалась, но потом продолжила опил и поняла, что это что-то типа клея. Я не знаю, если честно, с таким я еще не сталкивалась, но подозреваю, что это клей. Хотя при опиле клей обычно крошится, а здесь просто прокрашенный желтый ноготь. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это такое? Далее пушером я отодвигаю кутикулу, вернее отклеиваю ее. Затем обратной стороной пушера, стороной топорик, отковыриваю от слойки и остатки клея. Продолжение следует... Продолжаю работу с кутикулой. Здесь также возникли трудности, ведь на некоторых ногтях кутикула прямо слилась с ногтем. Пушером эта часть абсолютно не отодвигалась. И сейчас я покажу, как справиться с такой проблемой. Вначале по стандартной схеме необходимо отодвинуть кутикулу и приподнять ее в тех местах, где это получается. Затем переворачиваем на сторону топорик. К топорикам начинаем продвигаться плавно вбок под кутикулой от места, где кутикула отклеилась, к месту склейки. Таким образом, хорошо заточенным инструментом у нас получается подцепить кутикулу и аккуратно разделить кожу от ногтя. После подробно проверяем, не осталось ли склеек. Если склеек нет, переходим к следующему ногтю и повторяем процедуру. Продолжение следует... Здесь все прошло без проблем. А вот дойдя до работы на ногте большого пальца, я вновь столкнулась с небольшой проблемой. Ноготь здесь супер мягкий, супер тонкий. Он прямо прогибается под самым мягким нажатием инструментом. А кутикула здесь также склеена. Для того, чтобы давление на ногтевую пластину было как можно меньшим, угол наклона инструмента по отношению к ногтю необходимо сделать меньшим. Инструмент практически положить на ноготь. Ваша работа пройдет без запинок, если инструмент будет хорошо наточен. Аккуратно подталкиваем кутикулу вверх. Делаем это настолько, насколько это получается. Не пытайтесь отшкрябать сразу всю кожу с ногтя. Делаем все постепенно. Вновь возвращаюсь к стороне топорик. Кончик инструмента аккуратно завожу под кутикулу в то место, которое я смогла приподнять. И затем аккуратно, штришками, слегка подсекающими движениями, начинаю толкать место склейки. Также делаю без особого нажима, чтобы ноготь не проминался. Деликатно подталкиваю кожу, подсекаю ее и таким образом, шаг за шагом избавляюсь от этой неприятной склейки. Этот процесс занимает немного больше времени, нежели обычное приподнятие кутикулы. Но оставлять такое на ногте перед покрытием нельзя. Если это место покрыть материалом, то в скором времени обязательно появятся отслойки. Далее временно откладываю работу с кутикулой и перехожу к опилу. Для этого использую пилочку с абразивностью 100 на 180 грит. Далее по самой стандартной схеме произвожу опил. Вначале зашлифовываю и выравниваю торец ногтя. Вначале пилищами движениями и завершаю опил движениями в одну сторону. Такой опил убережет ваши ногти от расслоения. Далее зашлифовываю поверхность ногтя. Ноготь должен быть полностью матовым. Также в этот момент я избавляюсь от остатков клея и от слоек. Беру алмазную насадку пламя с синей насечкой. С ее помощью я подчищаю остатки птеригия и зашлифовываю внутреннюю часть кутикулы. А теперь о цене этой работы. Клиентка заплатила 400 лир. Это практически 50 долларов. Цена за коррекцию немного ниже. Это 280 лир. 32 доллара. В принципе это средняя цена на наращивание ногтей в этом регионе. Далее орошаю все ногти спиртом. И аккуратненько протираю. Так я очищаю ногтевую пластину в полевых условиях. Затем беру дегидратор. И мчательно покрываю ногтевую пластину и не только. Дегидратор можно также наносить на кожу. Особенно в тех случаях, если у клиента присутствует гипергидроз. То есть повышенная влажность. Ну и как же без праймера? Тонким слоем покрываю лишь ноготь. Праймер на коже затекать не должен. Как я уже показывала, здесь супер мягкие и гнущиеся ногти. На них необходима такая же гибкая база. Поэтому я использую раббер базу фирмы Камильфо. Это база, которая хорошо показала себя в работе. Средней вязкости и удобно в нанесении. Кисточкой прямо втираю материал в ноготь. Так, чтобы забить все шероховатости. Не забываю запечатывать торец ногтя. Беру файбер гель фирмы Молекула. Гель со стекловолокном. С помощью этого геля я сделаю ногти более устойчивым к трещинам. Особенно во время отрастания ногтей. От зоны вроста ногтя по нижним параллелям. С помощью широкой плоской кисти набираю небольшое количество материала. И повторно втираю материал в ноготь. Этот материал не должен выходить за грань первого покрытия. Ведь он требует подложки из базы. Без базы будут отслойки. В свой походный чемоданчик я взяла несколько бумажных форм. И также несколько размеров верхних пластиковых форм. Решила, что с бумажками возиться я не хочу. Поэтому взяла верхние формы. Подбираю нужную по размеру. И к ней подготавливаю материалы. Это акрил гель фирмы Кира Нейлс. И клинсер, чтобы материал не прилипал к кисти. Каплю полигеля в пластиковую форму. Дозатором выдавливаю немного жидкости. И в ней смачиваю кончик хрустальной апельсиновой палочки. Именно с ее помощью я буду работать с полигелем. Хрустальной палочкой распределяю материал по верхней форме. Немного добавляю материала. И продолжаю распределять до нужной мне длины. Делаю это все апельсиновой палочкой. Потому что кисть для полигеля в косметичку положить забыла. А здесь купить негде. Плотно форму с материалом прижимаю к ногтю. И отправляю сушиться в лампу. С легкостью снимаю форму. Наращивание делаю сразу на всех ногтях. Так выглядит промежуточный результат во время наращивания. В некоторых местах полигель выдавился из-под формы. Эту ступеньку сейчас необходимо убрать. Убираю с помощью конусовидной твердосплавной насадки. Цвет насечки зеленый. Аппарат включен на максимальное количество оборотов. После опила необходимо создать правильную красивую архитектуру ногтям. Для этого я хочу сделать замес из геля с декором. Сразу, чтобы не заморачиваться с дизайном. Беру прозрачный гель фирмы Рокс. Палитры у меня нет. Поэтому гель выкладываю на внутреннюю часть крышечки. Его я смешиваю с маленькой капелькой белого гель-лака. Туда же добавляю хлопья конфетти белого цвета. И также все перемешиваю до однородной консистенции. Получается очень необычный молочный декорированный гель. Сейчас я буду делать так называемое выравнивание по стандартной схеме. Тонким слоем, замешанным гелем, покрываю всю ногтевую пластину. Затем, набрав объемную каплю, выкладываю ее на ноготь. И тонким волоском геля распределяю материал по всей ногтевой пластине, формируя красивую, правильную архитектуру. Помогаю тонкой кистью волосок прокрасить в труднодоступных местах. За счет того, что консистенция материала была средней густоты, материал не растекался и я смогла сделать выравнивание сразу на четырех пальчиках. Затем просушила ногти и сняла липкость. Теперь необходимо придать форму. Приступаю к опилу. Для этого использую сторону пилочки с абразивностью 100 грит. Придаю форму свободному краю. Завожу пилочку под ноготь. Поднимаю нижние параллели и выравниваю их. Продолжение следует... Это celebrities? Продолжение следует... По лег apogoADE. Пилота? Пилота мыgrps hospливе. Продолжение следует... Пилота? Двdos по всей Gaфе. Также выравниваю боковые параллели. Зашлифовываю и выравниваю поверхность ногтя, производя поверхностный опил. Далее сглаживаю ступеньку перехода под ногтями. Для этого также использую твердосплавную конусовидную насадку с зеленой насечкой. Во время этой процедуры обязательно необходимо оттягивать подушечку пальца, для того, чтобы насадкой не перепилить и не ранить кожу клиента. После того, как весь опил завершен и работать пилочкой я больше не буду, можно переходить к срезу кутикулы. Для того, чтобы смягчить кожу, я буду использовать быстрый ремовер для кутикулы. Он смягчает кожу за 7 секунд. С помощью пипетки капаю средство на кутикулу. С помощью пушера помогаю распределиться средству. И через 7 секунд срезаю размягченную, ненужную мне кожу. А затем беру топ фирмы BornPretty с черными вкраплениями. Именно им завершаю работу с этими ногтями. Срываю эти золотые яйца Чингисхана и наслаждаюсь результатом. Я довольна результатом. Получилось очень нежно и аккуратно. Клиентка также довольна. Во время процедуры она была очень удивлена каждому процессу. Дизайн на второй руке аналогичный. И пусть это наращивание я сделала бесплатно, я получила бесценный урок от носителя турецкого языка. И выучила пару новеньких словечек. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и дизлайки. Не переключайтесь дальше больше. Пока-пока.